Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро! И с вами программа «Жизнь и бизнес, основанная на ценностях». Почему мы об этом говорим? Почему ценности фундаментально являются важнейшим элементом? Да потому что мы, как люди, настолько сложная, социально-физиологическая, психологическая, многоуровневая, процессно развивающаяся во времени система, что единственным способом, которым можно хоть как-то докопаться до причин твоего понимания, является, как ни странно, твой убеждение, образ мышления и ценности. Почему? Да потому что все это является следствием нашего поведения. Почему так важно понимать, как можно изменить свое поведение, и как вообще паттерны и модели поведения влияют на нашу жизнь? Вот смотрите, человек живет своей прекрасной жизнью, сам по себе, ходит спокойненько на работу, и вдруг в какой-то момент у него появляется новая ценность, новая жизнь, новая идея, например, неудовлетворенность тем, что есть, и желание создать что-то новое. А как? И он видит и начинает что-то внутри себя предпринимать. Так вот, философия предпринимательства – это та тема сегодняшнего завтрака с очаровательной, умной, прекрасной Дарьей Сунцовой. Доброе утро! Доброе утро! Ну и почему ты согласилась прийти к нам на эфир? Скажи, пожалуйста. Конечно, потому что мне интересно поговорить про ценности предпринимательства. Да, вот был ли хоть раз вопрос, а почему вы занимаетесь предпринимателями? Ты себе задавал вопрос, почему так важно продвигать эту тему? Не потому что ты не фондируешь никого, не даешь деньги, ты занимаешься поддержкой той самой активной части населения, которая на самом деле при всей своей активности нуждается больше всего в защите. Зачем тебе это? Я делаю премию «Бизнес-успех», национальная премия для предпринимателей, которая существует уже 10 лет. И вопрос «Зачем?» действительно возникает часто. Я сама про это думаю, и многие люди меня спрашивают, зачем это. Он сложный и такой, правда, ценностный. С одной стороны, предприниматели – это люди, которые сами по себе, и главное не мешать. И вот эта история государственной поддержки, предпринимательской инициативы, она такая немножечко странная. А с другой стороны, все-таки отношение к бизнесу в нашей стране, согласись, неоднозначное. Мы помним 90-е, мы помним Советский Союз, мы помним разные самые истории, которые не особо позитивно относились к представителям малого бизнеса. И кажется, что именно у нас сейчас говорить о важности, о важной социальной функции предпринимательства – это такая необходимость. Социальная функция предпринимательства – это действительно то, что есть? Или все-таки смена парадигмы восприятия? Что важнее? Очень странно говорить про бизнес в целом, вот этот вот сферический бизнес. Давай его распрепарируем. Мы про малый бизнес. Мы про малый бизнес. Если говорить про национальный премий «Бизнес-Успех», то это малый бизнес на малых территориях. То есть, скорее всего, наш типичный… В Комсомольске-Намуре. В Комсомольске-Намуре, в Котовске, в Касимове, в Светлограде, и еще в двух десятках городов, которых я даже никогда не видела и не знала названия. До этого, да? А потом ты приезжаешь в какой-нибудь город Гагарин и понимаешь, что все там держится на двух, трех, четырех предприятиях, которые… Вот они создают рабочие места, платят налоги и делают так, что в этом маленьком городе можно что-то делать. Есть какие-то сервисы, есть какие-то услуги, есть какие-то магазины, и есть какие-то производства, часто конкурентные на глобальном уровне. Поэтому наш малый бизнес – это, ну, однозначно, то, что дает жизнь территории. Когда-то давно Андрей Ременович Белоусов подарил нам это название «Территория бизнеса, территория жизни». Мы уже много лет под этим девизом, с этим названием, с этим отношением к предпринимательству выезжаем на региональные мероприятия и делаем так, чтобы про эти уникальные истории предпринимательства на территориях, которые объединяют вокруг себя все, которые создают там жизнь. Мы с ним узнали больше людей, в том числе и на федеральном уровне, ну, и на региональном уровне. Иногда важно, чтобы узнали соседи. Это важно. Вот малый бизнес – это же про то, что мы каждый день ходим в какой-нибудь магазинчик, да, около дома или там заказываем какой-нибудь сервис, а потом внезапно узнаем, что, ну, это не только продукты и услуги, это еще и конкретный человек, который это сделал. Который когда-то начал с нуля в гараже или в офисе в Макдональдсе, имея 100 рублей в кармане, да, который преодолевал трудности, по статистике, ну, раза четыре каждый предприниматель в России разорялся, а у которого бывают налоговые проверки, Роспотребнадзоры, МЧС и блокируют счета, но все-таки он это делает. Он каждый день это делает, и мы видим продукты и услуги, не всегда видим вот историю, да, историю пути. И мне кажется, очень важно иногда понимать, что вот за каждым чем-то хорошим, чем-то новым, чем-то созидательным стоит конкретный человек. Лично я, конечно, сильно изменила свое отношение к предпринимательству, когда стала этим заниматься. Ну, я слышу тысячи историй, да, за год, может быть, 10 тысяч историй предпринимательства, и они никогда не бывают простыми. Ну, согласись, да, ты знаешь, малый бизнес в России никогда не бывают простыми. Но это люди, которые реально вдохновляют вот эти вот ценности и созидательный какой-то настрой. В общем, вызывает уважение, заряжает, и, в общем, я обожаю общаться с предпринимателями, потому что они такие. Потому что вот у него есть как бы конкретная цель, большая мечта малого бизнеса, и вот если бы не было, то у него бы не получилось. А у него получается, несмотря ни на что, он готов этим делиться. В общем, это очень круто, и поэтому я делаю премию «Бизнес-успех» уже 10 лет, и, возможно, буду делать и дальше. Потому что это такая вот редкая и важная возможность сказать настоящее большое спасибо на государственном уровне людям, которые создают малый бизнес в России. Спасибо. Хочется поаплодировать, но… Можно идти. Посмотри, мы задмахнулись на большую тему философии предпринимательства. Очень классная, между прочим, тема философии предпринимательства. Вот ты говорил, я только что хотел это спросить, 10 тысяч историй проходит там, но неважно. Давай так, если бы вот ты смогла, используя какой-то фильтр там в своей голове, каким-то образом отсортировать, вот какие-то важные ценности, которые транслируют предприниматели, вот жизненные ценности, какие бы ты 3, 4, 5 выделила, которые действительно способствовали их началу бизнеса, продолжению и борьбе за свое существование в протяжении того времени, которое они существуют? Роман, ты, конечно, переоцениваешь фильтры в моей голове. Мы очень сложно сделать такую аналитику из 10 тысяч историй в год. Ну, там, занято 10 лет, их около 60 тысяч. Поэтому мы делаем профессиональный анализ с помощью исследовательского агентства. Прекрасное, потрясающее агентство «Свое», которое мы открыли для себя, и оно делает очень качественную аналитику. Так вот, про ценности могу сказать точно, недавно пришли результаты исследований за прошлый год. И что меня поразило, что впервые, впервые среди таких вот, знаете, как это сказать, факторов, значимых для этой предпринимательства, это то, что касается изменения страны. А на третьем месте, правда, на первом месте по-прежнему это самореализация и возможность идти за своей мечтой, то есть сделать что-то, что всегда хотела, даже если 10 лет работала на государственной службе или в крупной корпорации. Но вот там свое хобби, своя мечта, своя какая-то идея самореализации, она всегда важна для предпринимательства. И это, наверное, объективная вещь, потому что без такой большой мечты очень трудно преодолевать все сложности. А вот то, что появилось среди ответов респондентов, история про изменение страны, это, мне кажется, такая вот очень показательная штука. Потому что, смотри, вот как бы малый бизнес, ну, мы считаем, что да, именно малый бизнес меняет малые территории. Вот как бы не всем повезло иметь нефтяную вышку или трубу с газом на своей территории, а Россия большая страна, да, и очень часто вот именно малый бизнес дает условия качества жизни населения. И вот эта вот тема, что я создаю свой бизнес не только для себя, не только для своих потребителей, но и для того, чтобы изменить что-то вокруг себя, она очень классная, очень такая приятная. И ведь это не кто-то им в голову занесет, они сами сказали? Нет, они говорят сами. Многие-многие люди, которые занимаются малым бизнесом, говорят про это, что они создают бизнес, чтобы менять среду вокруг себя. Вот как бы такая мотивация, такая мысль есть среди наших предпринимателей. Это очень приятно. Я буквально вспомню тебе один момент. Знаешь, мне как-то заказала одна выступление для топ-менеджмента одна компания, она смешанный капитал, и я приехал к ним, начал разговаривать, приехали там человек с 100 сетей руководителей, иностранцы топы и российские менеджеры. И я говорю, знаете, там, вообще, мы давно забыли, говорит, про что такое, любовь к родине. Вот что такое для вас любовь к родине? Ну, там, это первый поцелуй, там, это там место, где родилась эта школа, это все остальное, а там, и встает один из нас. А я говорю, как я могу любить родину, если я работаю в вашей стране? Я говорю, любите свою, вы же свою родину любите? Я говорю, да, люблю. А вот что вы чувствуете по отношению к ней, там, патриотизм, желание сделать лучше? Я говорю, вы в нашей стране работаете, да? Так используйте все те же самые чувства по отношению к нам. Потом ко мне подошел и пиаргает, знаете, им очень не понравилось, что вы затронули тему, любовь к родине. Я считаю, что любовь к родине – это априорная ценность, которая, к сожалению, была утрачена, и мы должны ее воспитывать. Первое – воспитание должно быть в семье, а второе – все, что мы можем делать. И воспитание через предпринимателей – это круто. Но я хотел бы попытаться покрутиться, пообсуждать с тобой одну тему – идти за мечтой. Ты знаешь, так сложилось, что помимо своей корпоративной карьеры я сейчас в последнее время очень много работаю с людьми. И большинство – это руководители, топ-манджи. А сейчас я вообще решил для себя взять миссию. В этом году я хочу примерно тысячу человек бесплатно обучить тому, как найти свою мечту, как построить цели, стратегию в жизни. Вот сейчас у меня идет второй поток, это уже получается 150 человек, впереди мне всего же 10 таких потоков. Вот я прям хочу тысячу человек обучить. Мне не жалко, я эту ценность знаю, для меня легко, но люди могут меняться. Так вот, первое, что мне говорят – комментарии. Вы нам помогли научиться мечтать. Скажи мне, пожалуйста, вот ты же постоянно ездишь по городам. Действительно ли мечта является самым главным драйером? Может быть, все-таки деньги, может быть, все-таки выживаемость, которая двигает предпринимателей в первую очередь заниматься бизнесом? Или все-таки желание вернуться к себе самому истинному и открыть свою мечту с точки зрения вот что-то поделать? Да, это правда, есть некоторые разделения, и мы делаем анализ причин начала бизнеса. А примерно в третьих случаях – это действительно безысходность. Ну и, ну вот как бы не было выбора, да, у человека не было выбора. Часто не было выбора, вот, объективная. Ну, не знаю, могу ли я рассказывать эту историю вслух. Потрясающая девушка из маленького города работала на госслужбе. Она была самой младшей сотрудникой на этой госслужбе. Какие-то там получала свои 8 тысяч рублей, как мелкий клерк муниципальной служащей. Вот, и, короче, повесили на нее какие-то бюджетные проблемы. Не буду даваться сейчас. В общем, уголовное дело, преследование. Она была беременна третьим ребенком. И это помогло ей избежать реального заключения. Ну, в общем, условное заключение было. И все. Да, вот у тебя трое детей. Запрет на службу, на госслужбу. У тебя запрет на госслужбу, тебя не берут на работу, у тебя условный срок. Ну, вот ты просто девочка с хорошим образованием, которая попала не в то место. Не в то время. Не в то место. Не в то время. Она говорит, ну что делать? Я пошла делать, сделала агентство праздников. Агентство детских праздников. Радости не хватало в жизни. То есть она там сидела на этих бесконечных судах, доказывая, что она права, думая только о том, чтобы у нее не пропало молоко. А потом создала агентство детских праздников, переродилась в большой бизнес. Потом сделала франшизу. Сейчас работает со многими крупными компаниями и по России, и по миру. И это действительно история про то, что не было выбора. Она в такой ситуации оказалась, что дети все равно есть, и как бы никто не платит декретные, когда ты не работаешь. Это одна история. Это такая часто бывает. Это часто типичная. Ну нет, это, конечно, не типичная история. Нет, нет, я хотел сказать типичность с точки зрения фабулы. Я недавно разговаривал с одним интересным сценаристом. Он говорит, слушай, а что ты свои лекции, не как фильмы художественные делаешь? В смысле? Вот смотри, в каждом художественном фильме или в произведении есть история. Негативный герой, позитивный герой, конфликт, развязка, победа. Я о чем хочу сказать. Он такой помощник еще. Да. Вот то, что ты рассказала, оно показывает нам некую гиперболированную формулу классической системы подхода человеку к принятию решения в жизни. Это когда наступает какой-то период, когда ты понимаешь, что стандартные методы, которым ты избегал брать ответственность на себя, уже не работают. То есть нельзя просто ходить на работу. Нет. И стандартные смс-ки не приходят. У тебя там трое детей, да? То есть или муж, или мама, или папа, неважно кто. То есть ты обязан о ком-то заботиться. Не только о себе, но и о ком-то другом. И тебе надо что-то делать. Ты не можешь просто взять, смыться, тебе не упадет наследство какое-то. И в этот момент происходит встреча человека с самим собой. Жаль, очень жаль, что эта встреча происходит в сложной ситуации жизненной, когда человек вынужден действительно что-то думать. Мы в обычной жизни настолько пресные, что нам выдернуть себя из этой ситуации невозможно. И вот здесь вопрос. Как раз первым задачам, первая задача, которую я спрашиваю всех людей, вот если вы сейчас, что такое для вас ценность? Иначе мне люди говорят, это важные моменты моей жизни, это определяющие вещи, которыми я руководствуюсь. Я говорю, 30 секунд я помолчу, вот листочек, ручка, пять своих ценностей напишите. Тишина. Потом начинает, я слышу, как мозг начинает шуметь. Потом потихоньку рождаются фундаментальные вещи. А сознание своих ценностей, я уверен, что, вот представляешь, сколько она на чай просидела, прорыдала, да? Ну, фактически, скорее всего. То есть, и вот эти были моменты, когда она не поняла, что для нее ценность дети, сознание, вот это сохранение семьи, гораздо важнее, чем все эти суды и все остальное. И человек сделал шаг над собой. Вот этот момент от той состояния, где ты есть, к шагу, чтобы что-то сделать, вот это отличает людей-предпринимателей от всех от нас. Или людей, которые добили свои мечты, от всех от нас. Или там счастливых людей, от тех, кто хочет быть счастливым, говорит, что мне что-то всегда быть мешает. Есть ли какие-то примеры в твоей жизни, когда предприниматели становились не от того, что они попали в тупик, а от того, что у них было все хорошо, прекрасная работа, прекрасная карьера, все прекрасно. Да. Ну, вот мечта опять. Вот примерно треть случая, это когда, ну, некуда было деваться, я начал свой бизнес. И это не только, знаешь, история про то, что вот я в такой ситуации. Ну, не знаю, история про то, что нет каких-то сервисов, которые человек хочет, да. Вот он живет в маленьком городе, другая потрясающая девушка из Сибири. Она говорит, я родила первого ребенка, но садика не было. Ну, что-то как-то бабушка куда-то... Родила второго ребенка, но садика не было. Родила третьего, но решила открыть садик, потому что уже деваться было. Что там происходит? У всех по трое детей. Почему-то такие истории запоминаются больше. Ну, или другие какие-то вещи, когда вот не было сервисов, ну, и решила его создать для себя, в первую очередь, для своих друзей, коллег, и потом это выросло в большие бизнес-проекты. А примерно треть случаев, это история, которая касается, вот я всю жизнь мечтал. Вот всю жизнь я мечтал делать это, и как только у меня появилась возможность, я, значит, ушел с корпоративной карьеры и пошел работать на себя, взяла все эти риски. Очень часто эти люди говорят, что, ну, я всегда спрашиваю, и вообще мы стараемся чуть больше узнать про жизнь реальных предпринимателей в России, рассказать потом нашим федеральным министрам, которые входят в Попсовет премии, ну, и вообще там куда-нибудь дальше в Госдуму про реальных предпринимателей из малых регионов. Мне кажется, у нас некоторая такая дисбаланс информации в стране. Я спрашиваю у них, а как же вот, ну, что вам помогло, что вам помешало, почему вы решили? Вот многие люди продолжают корпоративную карьеру, а вы вот решили. В последнее время самый частый ответ на этот вопрос, знаешь, про то, что помогло мне только одно, я не знал, как будет сложно. Если бы я знал, я бы, конечно, не стал бросать свою насиженное место, хорошую должность. А примерно треть наших историй, наших предпринимателей, лидеров предпринимательского сообщества, которые становятся финалистами, победителями премии «Бизнес-успех», это люди, которые я только бизнесом и занимался, то есть я никогда не представлял свою другую жизнь, я там начал продавать наклейки в школе своим одноклассникам, и, в общем, в 16 лет организовывал какие-то другие вещи, и вот как бы я не представляю свою жизнь другой. Ну, в общем, ничего другого не было, я всегда был предпринимателем, всегда знал, что это мой единственный путь, и, в общем-то, двигался в этом направлении постоянно. И это, мне кажется, тоже очень круто, то, что вот как бы немножко меняется эта история, ну, понятно, что у нас не та выборка, мы не следуем всех-всех-всех людей, из них, наверное, 2% реально хотели бы всегда заниматься предпринимательством, и это делали, а это не российская практика, да, мировая статистика, а мы исследуем активных предпринимателей, которые добились какого-то уровня успеха, и вот из них примерно треть всегда занимались только этим, и не представляли свою жизнь в каком-то другом ключе, ну, и, в общем-то, мне кажется, что это такой правильный путь, то есть, да, вот есть какая-то категория людей, я бы сказала, каста, да, люди, которые, вот, а мы предприниматели, мы создаём, мы умеем это делать, вот как мы учили в университете, да, по экономической теории, отдельный ресурс, предпринимательская способность, у кого-то он... 2% от населения, помнишь там? 2% населения, да, у кого-то он есть, некоторые считают, что это можно научить. Можно, а некоторые считают, что это можно научиться. Можно научиться, все подходы хороши. Да, ну, разные есть, я, например, считаю, что нет, мне кажется, что это что-то про талант, а можно научиться каким-то деталям, больше какой-то практической информации, чтобы правильно применить предпринимательский талант, но вот человек не бизнеса, как бы, и человек бизнеса это немножко, Согласен с тобой, но отличники бывают двух типов в школе. Отличники, которые хорошо понимают, и те, которые зубрят. Иногда можно стать предпринимателем, просто качественно делая то, что ты делаешь, и оно само собой придет. Знаешь, если ты делаешь свое дело хорошо, рано или поздно деньги являются следствием того, что ты делаешь свое дело хорошо. Я вот дальше написал. Мы говорим о философии предпринимательства. В основе философии предпринимательства лежит ценности каждого отдельно взятого человека и его некая мечта или потребность в том, чтобы изменить мир или выход из сложившейся ситуации. Три фундаментальных направления. Как правильно показывает анализ, мы говорим о том, что ценности они лежат в основе человека, а потом личность. Скажи, пожалуйста, вот общаясь с предпринимателями, какие самые яркие, характерные черты личности, общие или наиболее часто повторяющиеся у предпринимателей, ты могла бы выделить? На первом месте, конечно, они не боятся. Отсутствие страха? Склонность к риску, я бы это назвала, какая-то вот зависимость от адреналина, да, то есть это, скорее всего, люди, которые нормально себя чувствуют в условиях неопределенности. Они могут рисковать, они как бы готовы к неожиданностям, и даже многие из них чувствуют некоторые вот это драйв и энергия. Потому что вот что-то случилось, да, ну и поэтому все эти знаменитые хобби предпринимателей от Эвереста и восхождение на горы, да, горные лыжи, гонки и прочее, и айронмены. Вот это, конечно, история про… Испытать себя, да, ещё больше испытать себя. Ну, я бы побоялась в горы, если честно. Да, а кто-то вот думает, а поехали, а поехали в отпуск на Антарктиду, вот а куда ещё? Пингвинов погладить. Пингвинов погладить, да, ну вот есть такая история. Окей, склонность к риску. Два. Кроме склонности к риску, вот ещё, знаете, такой момент, очень многие люди как бы хотят быть предпринимательными. Часть из них когда-нибудь начинают, ну вот начинают, да, и у большинства не получается. Ну, это жизнь, да, что-то ты не рассчитал, какая-то изменилась условия, но что-то не получается. Чёрный леведь какой-то возникнет, как вирус, например, там, сейчас. И часть людей маленькая, после того, как не получилось, продолжают делать ещё раз. А большая часть думает, ну не получилось и не получилось, трудовая книжка-то у меня в столе, пойду-ка я поищу себе новую работу. И вот эта маленькая-маленькая часть, которая после провала идёт дальше, вот как бы, что у них в голове, почему они это делают, почему они находят себе силы и делают это снова и снова. Я не знаю, я бы хотела открыть этот секрет, но вот эти истории, когда вот всё было плохо, 100 рублей в кармане, и я ходил за бесплатным интернетом в Макдональдс, а потом много-много работал и стало хуже, да, а я делал это ещё и ещё раз, вот они про предпринимательство, да, они про тех людей, которые достигают успеха в бизнесе, таких мало. И мне кажется, вот именно в этом, как бы, талант не в том, чтобы начать, да, ну начать… Талант в том, чтобы продолжить. Продолжить, когда у тебя не получилось, а у тебя точно не получится, ну вот точно, 100% будет такой момент, когда у тебя, как бы, вот хочется всё больше. Добавлю тебе интересную вещь, я тебе вчера рассказывал о том, что я первый в свой университет, это университет Анляска и Анкоридж, и нас, это был 99-й год, нас повезли в администрацию штата про поддержку предпринимательства. То есть у них всё было правильно создано ещё тогда, фонд гарантирующий, фонд при правительстве, обязательно бизнес-консультант, который, приходя человеку, помогал разобраться с его идеей, показать ему риски. И они говорят, наша самая главная ценность в том, чтобы, если мы риски, человек осознаёт и уходит, мы говорим, молодец, то есть он не потерял деньги. Ну а чтобы не потерять деньги. Второе, их, конечно, фондировало правительство, они давали гарантии для банков, всё остальное. И потом мы поехали в банки, я помню, как сейчас, Wells Fargo Bank, сейчас это number one, и тогда он был мелкий такой, знаешь, до слияния ещё этих кризисов, и пришли, перед нами выступал руководитель отдела кредитования малосреднего бизнеса. Он говорит, мы понимаем о том, что половина кредитов не вернётся, то есть мы знаем это. Но для нас это социальная миссия, да. А самое главное, для нас, знаете, какой, говорит, самый лучший клиент, который уже, говорит, взял, начал делать бизнес, разорился и пришёл снова за кредитом. Мы говорим, почему мы молодые такие российские, это вот, ну, а вы знаете как, мы точно понимаем, что в ситуации кризиса он будет бороться. И для нас это очень важный момент. И вот то, что ты сейчас сказала, она, эта вещь, она важна. Вот вернувшись, вот копнув ещё ниже, вот получается не сдаваться. А что под этим поведением, ведь это же модель, которая вызвана каким-то убеждением внутренним, как ты думаешь, что лежит в основе жизни такого человека, который продолжает не сдаваться? Вот что, вера в себя, вера в жизнь, вера в то, что он делает. Как ты думаешь, где вот основа вот этого, корень вот этого желания? Знаешь, я часто слышу истории предпринимателей, и скажу честно, ну вот не так уж часто они меня действительно трогают. Ну, правда, я привыкла. То есть это всегда классные, крутые бизнес-кейсы, но, в общем, когда их 10 тысяч. А некоторые действительно поражают. Одна из историй, которую я не могу забыть, это выступление одного предпринимателя из маленького городка по Волжье. Он, ну, как бы, у него бизнес фарм из отрасли фармакологии. Он придумал, запатентовал препарат. Сейчас у него всё хорошо, продаёт в разные страны мира. Вот, в общем, как бы, такой препарат полезный и важный. И говорит, ну вот, как бы, мы начали, была хорошая идея, мы запатентовали, стали, ну, в общем, зарегистрировали его и стали производить. И как-то у него это всё вот раз-раз-раз-раз-раз. А я даже знаю, ну, то есть вот, как некоторый процесс. Я говорю, как вот вы так говорите, прям, вот это легко получилось. Он говорит, ну да, регистрировали мы два года. Я говорю, класс, а как вот вы выжили эти два года, пока он регистрировался? И ещё не факт, что, как бы, дело бы пошло дальше, да, а вот, ну, как, как. У меня была квартира в этом маленьком городке. У него был балкон. Мы на балконе разводили перепёлок. Они давали яйца. Мы с женой брали эти яйца и возили на рынок продавать яйца. Ну, человек, как бы, у него научная карьера, да, он, в общем, изобрёл то, что признано важным и полезным на мировом рынке. Он два года ждал регистрации и продавал яйца перепелиные на рынке, чтобы, вот, как бы, ну, семья-то всё равно хочет кушать, да. И вот почему он это делал, да, вот, вот, чтобы он верил в себя, верил в свой продукт, верил, как это не банально звучит, в успех. Вот он реально верил, да, вот, и был прав, мог оказаться неправ, да, ну, вот, он верил, был прав. Вот, и, конечно, очень много энергии, очень много такого правильного посыла, когда люди действительно создают что-то, во что очень сильно верят сами, и это меняет, именно эта вера меняет мир вокруг себя. Был бы я фармацевтом, я бы вот взял, там, у него ген этой штуки, и, как ты мне вчера спросила, есть ли таблетки для успеха, вот, я бы выпускал эти таблетки для предприятия, вот, вам плохо, вот, выпейте таблетку, вот, человек, который два года продавал. Вы видите, позитивчика, да, вот эта таблеточка и позитивка. Два года – это долго. Это очень долго. Это 700 дней, да, вот это вот, завтрак, обед и ужин. Нужно было что-то ставить на стол, чтобы гормить своих детей. Скажи мне, пожалуйста, следующий вопрос. Вот, ладно, я предприниматель, ладно, я готов идти, но мне же нужно еще людей, которые будут разделять мои ценности и с ними идти вместе. То есть, да, я один могу все, но появляется понятие микрокоманды, появляется понятие менеджмента так или иначе, управления людьми и все остальное. Откуда берется вот это знание, вокруг какой энергии вот люди приходят и начинают работать с этим человеком? Вот это все равно 3, 5, 10, 15, там все равно есть какой-то коллектив. Вот что тебе они говорят о тех людях, которые с ними рядом, о той команде, как они формируют эту команду, что является основой для этого? Основой для команды, видишь, в малом бизнесе эта история про команду, она очень сильно переплетается с историей про семью. Один из предпринимателей в Челябинской области рассказывал про то, как он, ну вот, первый сотрудник. Я понимаю, что идея классная, что вот оно пойдет, что всем это надо, ну и все, правда, пошло у него, все получилось. Но мне надо нанять кого-то еще, второго человека, потому что, ну вот так вот не полетит, нужно что-то еще. Он говорит, ну, денег у меня не было на сотрудника, я решила жениться, потому что жена была согласна работать на мою контору бесплатно, но с зарегистрированным браком. Он решил жениться, а она, значит, ему, ну, как бы, она ему помогла, и все, как бы, пошло. Теперь она совладелец крупной компанией. Теперь она совладелец, ну, средней, но успешной компанией, да. И вот эта вот тема про семью, она иногда бывает намного важнее, чем история, как бы, вот про нами, людьми. Разное есть мнение, да, некоторые говорят, никогда не работайте с друзьями, никогда не работайте с родственниками. Я не согласна, я не согласна, я работаю с друзьями, я работаю с родственниками, я работаю со всеми людьми, которые, с которыми мне приятны, которым я чувствую, вот… Близость и единение, поценность. Близость с отдачей и то, что мы на одной волне, ну, как бы, бывает по-разному, ну, в общем, про родственников, поддерживающая какая-то семья, она очень часто является залогом успеха. Одна из наших победительниц рассказывала, а у неё, на секундочку, человек 200 работают и маленький заводик. Она рассказывала про то, что для неё является критерием успеха. Ну, я спросила её, как обычно, ну, вот наш, что для вас бизнес-успех, ну, вот что? То, что вы продали в Америку, или то, что вы там наняли двухсотую сотрудницу, или то, что вы победили на отраслевой выставке. Она говорит, нет, Дарья, нет, вот, понимаешь, вот через 7 лет, работая, в мой бизнес поверил мой муж. И это для неё критерий успеха в работе. То есть, на самом-то деле, у неё вся эта была тема… Вольная, видимо, да, что в семье-то не разделяли, да. Да, то есть, она через какое-то препятствие и неподдержку близкого круга людей создавала всё это. Это, конечно, ну, очень тяжело. История про то, как люди поддерживают, намного больше, намного, как бы, ярче. И, безусловно, один из критерий успеха – это семья, которая с тобой на одной волне. Которые говорят, да, любимый, мы заложим квартиру для того, чтобы взять деньги на бизнес. Или там, да, давай мы вот вместе вот все деньги, которые нам подарили на свадьбу, возьмём, сложим и откроем что-то. Да, вот как наши там коллеги-предприниматели из Хабаровского края сделали. Кстати, сделали радио. Частное, да, успешное частное радио из Урала. Очень круто. Где? Как называется там? Скажу. Ладно, потом. Сейчас придёт, скажу. И вот какая-то поддерживающая тема, поэтому близкие и другие единомышленники, которые помогают создавать бизнес, это, по-моему, очень важно. А с другой стороны, важно встречаться с такими людьми. Вот почему мы делаем форумы, да, у нас есть у всех интернет, все наши предприниматели есть в чате, там группа в Фейсбуке. И, в общем, казалось бы, можно общаться онлайн. Но вот эта вот история, раз в год собраться в Москве. И в этом году тоже, да. 20 марта в Москве... 19-го. Целую неделю. 19-го будет закрытая часть мастер-класса твой, а 20-го марта будет большой форум для всех. Ну, там, 2000 людей, которые приедут из разных-разных регионов пообщаться. Ну, ты знаешь, просто послушать других людей. Иногда это важно. И когда у тебя всё хорошо, это важно посмотреть на другие идеи, предложить какие-то свои темы, быть вот среди единомышленников. Когда у тебя плохо, ещё больше важно услышать, что... Это бывает. Да у меня так же, да я через это прошёл, я вот делал вот это и вот это. Ну, как бы да, так бывает. Мы все в одной лодке, у нас у всех одинаковая ситуация, чтобы двигаться дальше. Иногда это помогает. Мы, конечно же, как оргкомитет, мы готовим программу, приглашаем важных, интересных людей, вот, например, тебя, рассказать про что-то, раскрывающее горизонты. Но я всегда говорю и знаю, и по отзывам наших участников, важно не только то, что говорится со сцены, а то, кто сидит рядом с тобой и слушает это. Реально. Поменяться идеями, понять, что ты не один и, в общем-то, почувствовать, ну, в общем, что таких людей много, и многие, многие из ваших коллег, предпринимателей из других регионов тоже хотят что-то изменить. Ну, вот, у меня получается. Ты знаешь, я бы с удовольствием вечно бы сидел бы и слушал тебя, так хорошо у тебя получается рассказывать, вот, и тема у нас просто такая классная, и ты в ней глубоко. Но, знаешь, вот, ты когда вчера сказала, что есть разного рода люди там и разного рода спикеры, иногда транслирующие одно, а по факту другое. Я вот сейчас, я совсем забыл, что я же тоже когда-то закладывал свою квартиру, там, и мама пошла на это, там, потому что была такая ситуация. Когда-то мы с моим партнером, которым просто случайно встретились в институте, стали учиться в новом курсе, говорили, слушай, ну, вот, что надо делать, ну, где, вот, как бы заняться бизнесом? Мы просто хотели чуть-чуть жить лучше, вот, мы жили как все, а вот, а нам хотелось чуть-чуть лучше. И это у нас драйвило молодых, вот, просто немного. То есть у нас, может быть, ценности были такие более, там, знаешь, как примитивные, потому что это было начало 90-х годов, все было пусто везде, а мы просто хотели чуть-чуть жить лучше. И первый наш бизнес, мы говорили, ну, где нам взять деньги, там, а тогда, ну, как бы было все очень сложно, не было ни пассивных фондов, ни всего, были либо бандиты, либо там семья, либо там какие-то только нарождающиеся банки. И вот чудом нам дали миллион рублей, это по тем деньгам, по нашим деньгам, это, наверное, там, тысяч, там, сто, наверное, как-то так. И вот мы, пытаясь, там, так как идей не было, там, искали разные варианты. А потом случайно в газете, там, телевизор, а давай купим телевизор продавать, давай. И вот, поверьте, с этого пошел бизнес там, да. Сейчас-то, конечно, я уже думаю совсем о другом, и при всем при том, что, там, можно зарабатывать деньги больше в других нишах, ты пытаешься делать то, что тебе близко по сердцу, то есть то, что ради чего ты живешь и ради чего ты делаешь. Вопрос к следующему, вот, если бы вот ты могла, не спрашивая своих предпринимателей, а вот сказать, какая миссия их вообще, вот, потому что они есть, ведь они же все равно являются некой ролевой моделью поведения. Вот какая миссия, даже не осознавая это, они несут нам всем вот в нашу жизнь, особенно в малых территориях. Создавать. Вот, понимаешь, у всех есть выбор, иметь то, что есть, или создавать новое. И там 98% они, как бы, вот, принимают то, что есть. А маленькая-маленькая часть, которые говорят, нет, я хочу лучше, я не хочу, там, учить английский язык по скайпу, я хочу сделать клуб английского языка, чтобы у меня была очная школа, чтобы люди приходили, болтали на разных языках, на английском, на китайском, на каком угодно. И, да, я живу в Магадане, и тут нет английского языка, но я сделаю эту школу, потому что вот создавать, это... Моё, да? Это моё. Это вот, вот, я не могу без этого жить. Потрясающая девушка приедет на финал в Москве из Магадана и расскажет про то, как она сделала именно там такую первую школу английского языка. Я помню, в начале 2000-х, когда только началось предпринимательское движение, я слышал такие, или читал такие статьи в СМИ, там, а что, если все станут предпринимателями, кто будет работать на заводах, давайте вот все там станем, вот, имею, там, как, ну, челноками, предпринимателями, фарсовщиками и всеми остальными. Окей, время нашей программы фактически там пролетело, осталось там буквально 3-4-5 минут. Мы с тобой проговорили очень важные вещи, и они важны не только для тех, кто является де-факто предпринимателем. Слава Богу, у них есть и поддержка какая-то, и помощь, и опыт, и чаты. Да, тяжело, да, трудно, и разоряются, и еще будут постоянно разоряться. Но мне очень важно сейчас обратиться внимание и к ним тоже, но и к тем, кто сейчас находится на пороге, на пороге следуя за своей мечтой. Вот философия предпринимателя, мы сказали, это жизненные ценности. Потом желание изменить свою жизнь, получить нечто, что нет, или создать то, что тебе будет удобнее. В какой момент, как человеку, как ты думаешь, накопить вот эту критическую массу и сделать первый шаг? С чего, может быть, начать первый шаг? Как не бросая свою работу попытаться стать предпринимателем? Как не доходить до вот этой стены, когда уже все дальше нет? Вот ты же видишь, слышишь, вы это делаете. Вот с чего, как бы ты думаешь, вот обращаясь ко всей нашей огромной стране, к русскоязычному интернету в мире, вот как сделать первый шаг в своей предпринимательской жизни? Я немножко занудно говорю про статистику. Давай. Да, вот потому что у нас, правда, большая выборка, и мы знаем статистику. Есть шаги, которые помогают не разориться сразу. Ну, например, сначала поработать в этой сфере. То есть люди, у которых есть опыт в этой сфере, скорее всего, будут более успешны, чем те, которые, а вот пойдем, пойду-ка я в медицину, хотя я закончила исторический факультет. То есть близость к пониманию того, что ты есть. Близость к этой сфере и опыт в этой истории. Опыт и какая-то близость. А вторая, как бы, ну вот, возможность сделать меньше ошибок – это начало бизнеса по франшизе. То есть если ты начал с опыта других людей, вот… У тебя есть какой-то гайд-инструкция, какой-то наставник, какая-то большая компания, которая помогает тебе не наделать вот этих вот масс и мелких шагов. Третья история – это то, что касается образования. Ну, как у нас есть всех классическое системное образование фундаментально российских, советских вузов. Я здесь говорю больше про практическое образование в предпринимательстве. И здесь есть большая разница учиться у людей, у которых есть бизнес, которые что-то делали сами, и у людей, у которых бизнес в том, чтобы учить других людей, да? Пусть даже так хотя бы, да. То, что мы называем инфобизнес, это, конечно, немножко другое. Но реальное предпринимательство – это, ну, в общем, как бы в другой плоскости. Ну, то, что мы делаем в премии «Бизнес-успеха» – это стажировки на крупных предприятиях для малого бизнеса. И это очень хорошо работает. То есть, когда уже компания, которая успешна на мировом рынке, крупная компания, вот ты приходишь там на недельку в Москве, посмотреть изнутри, как это устроено, как они делали, что у них получилось, что у них не получилось. Вот такие профстажировки для предпринимателей, ну, вот по нашему опыту больше всего работает. Ну, как бы MBA, конечно. Конечно, мы победителям MBA дарим, а так вот 2,5 миллиона и 2 года жизни не очень легко выделить из своих текущих ресурсов. Поэтому вот, что касается образования, да. Но и четвертое, что бы я бы выделила для успешного первого шага – это сила сообщества. Да, вот это вот сообщество людей, у которых, ну, в общем, можно спросить, которые вот настоящие люди. Ты знаешь, что когда-то он там продавал на рынке, сейчас у него завозик, да. Когда-то он продавал китайское, сейчас он делает свое лучше и продает в Америку вместо Китая. Вот опыт реальных людей, конкретно, настоящих предпринимателей – это тоже безусловная ценность. Ну, поэтому, например, одна из главных сессий на нашем форуме – это когда самый предприниматель рассказывает о своих, ну, то, что мы назовем лайфхаки, да, вот, рассказать, как у тебя получилось. Из разных сфер, из разных областей, из разных регионов они придут 20 марта и расскажут, как они делали, вот, что у них получилось, как они разорились, как они пошли дальше, что они, во что превратилась их идея, что они делают сейчас и что они считают важным. Ну, вот, история просоветоваться с людьми, она, нет ничего более ценное. Ну, и, конечно, хорошо, когда есть партнеры-единомышленники, да, и про это тоже опора России и премия «Бизнес-успех», про то, чтобы найти партнеров-единомышленников, чтобы делать что-то вместе, вместе не только веселее, да, но часто бывает эффективнее. Спасибо тебе большое. Вот, я получил истинное удовольствие, потому что, знаешь, когда мы говорим, ну, о философии предпринимательства, мы не говорим про деньги, деньги здесь вообще не про это. А вот важно внутреннее содержание, деньги это является неотъемлемой частью, как я уже говорил, эффективно выстроенного процесса или бизнеса. Я сейчас сижу, смотрю на свою схемку, которую я нарисовал для того, чтобы поговорить с тобой, и у меня вот круг философии, сейчас подведем некие выводы, да, жизненные ценности людей, это изменить страну, самореализация и идти за своей мечтой. Цели. Стать просто, обеспечить свою семью, найти поддержку в семье, сделать что-то лучшее для нашей, ну, для себя и в целом для соседей. А вот у меня была еще, знаешь, среда написана и стрелочка к философии, и к предпринимательству. Но я теперь с удовольствием рисую и в обратную сторону. Не только среда влияет на людей, чтобы мотивировать их не делать или делать, и наоборот, люди теперь влияют на среду, и она, это получается взаимообмен. Еще очень важно, влияние на социум, примеры для подражания, ты очень четко это сказала, как раз через результаты, через ролевые модели, вот примеров. И я очень хочу, чтобы как можно больше людей узнавали об этих ваших успешных кейсах, потому что именно это и заражает. Именно это является там мотивирующим для других людей, то есть у него получилось, и я смогу. Что еще мне очень понравилось, что порядка 30% людей занимаются бизнесом не потому, что плохо, а потому что хорошо. То есть 30% потому, что плохо служилось так, 30% потому, что хорошо, а 30% хотят попробовать. То есть у нас получается такая, знаешь, широкая, широкий диапазон. Но что мне больше всего понравилось, это что в целом предприниматели, они говорят, я хочу, и вот это я хочу становится их драйвером. Поэтому для тех, кто уже занимается своим бизнесом, очень важно видеть свою стратегию, хотя бы даже если вы понимаете все хорошо, ну чуть-чуть, хотя бы на вперед. Для тех, кто хочет постоянно думать и мечтать, чтобы вот это видение, оно стало настолько сильным, что оно притянуло вас к делу. Но если, конечно, вы упали в сложную ситуацию, вам уже ничего не остается, как только быть предпринимателем. И поэтому самые сильные качества, черты личности. Опыт, это желание не делать ошибки, использовать франшизу, это искать знания и силы сообщества. Вот все это, мне кажется, и даст вообще в целом предпринимательству у нас и дает, плюс все огромные господдержки, бесплатное количество огромной информации, возможность то, что любой человек, захотевший начать предпринимательство, будь то ребенок, взрослый, человек социально адаптивный или успешный или неуспешный, мне кажется, у него очень высокий шанс, чтобы это получилось. Только главное внутри, помнить о своей внутренней философии и опираться на свои личные ценности. Что ты скажешь? Я скажу, что предприниматели крутые. Я лично восхищаюсь всеми людьми, которые занимаются малым бизнесом в России, продолжают это делать и добиваются успехов. И вот лично меня мотивирует и заряжает общение с ними. Я приглашаю всех тоже с ними пообщаться, ну, например, на нашем мероприятии, которое скоро будет в Москве. А вообще для тех, кто не собирается быть предпринимателем, который в другой сфере успешен, и это тоже здорово, когда есть другие отрасли развиваются. Просто знать, что за всем тем, что вы покупаете, используете, берете, стоит конкретный человек, который когда-то это создал. Просто помните об этом, что там вот есть человек, который за это болеет душой, для которого это дело жизни, и который старался, чтобы вам понравилось. Может быть, это поможет вам чуть-чуть по-другому взглянуть на такие привычные нам вещи. Спасибо тебе большое. Это была Дарья Сунцова, член правления опоры России, руководитель комитета национальной предпринимательской премии «Бизнес. Успех». Спасибо, друзья, и мечтайте, мечтайте для того, чтобы эта мечта привелась к вашему видению, а видение сделало таким притягательным, что вам уже не осталось никакого шанса просто начать предпринимать. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok